мне вес почти 90 килограмм и я пока никуда не перевернулся пометь тебе никто не бибикает деревне люди добрые и до свидания можно так повернуть руль надо вот дом в такой вот выкупать друзья всем привет сегодня у нас на обзоре трехколесный взрослый электровелосипед имя ему чемпион rvz hz 01 как выговорил антоха зачем это сложно называют велосипеда чтобы ты память тренировал блин ладно это уже маяки до загоны и так перед вами три цвета серый черный синий сегодня мы будем кататься и делать обзор именно на синий электро велосипед так как он более-менее контрастирует на фоне этого серого белого города кругом снега но и понятно но лично для себя если я выбирал успеет из этих трех конкретных цветов я взял наверно серый как-то аккуратный симпатичного выглядит ну да ладно давайте сейчас берем синий и поехали прокатимся вот папа короче я почитал комментарии всяких не правда трехколесных велосипедов аналогов похожих и так далее и в чаще всего там люди в комментариях пишут чего вы там воду льете вату катаете нам самое главное устойчивость так вот сам начались я проверяю устойчивость это не гонка но как видите я пытаюсь разогнаться и сразу хожу в поворот безостановочно мне вес почти 90 килограмм и я пока никуда не перевернулся а значит устойчивость велосипеда нормально черена велосипеда получается 78 сантиметров мерим длину длина велосипеда получается 185 сантиметров я думаю эти цифры эти данные важны чтобы примерно можно было прикинуть какой автомобиль подойдет у нас такой автомобиль и этот велосипед спокойно ходит в общем все мы погрузили велосипед а сейчас справляемся на локацию которая более-менее по сдачам подход для этого велосипеда это либо сельская местность либо поселки ну либо дачи приехали мы на дачу конечно тут автострада но эта история умалчивает вес его 35 килограмм и вот легко достали антоха бы и самого один если честно вытащил но я помогаю вам потому что я просто все мы сейчас отправляемся за деревенскими булочками так же ты так сказал или пирожками какие булочки про чьи булочки ты видишь картошкой погнали погнали мне сейчас гелик заберет у меня предложение для тебя новый формат опробуем хорошо лайф обзор лайф обзор тебе что когда я на дороге сзади машину и спереди тоже а кстати вот улочка нормально антоха помоги как тебе устойчивость в колее блин но здесь конечно дорога такая себе все заледенело ты сейчас похож на почтальона тебе не хватает только газет сзади ты такой раскидываешь вправо влево я честно говоря написал такое в заметках но я не знал что будет в таком месте где это может быть снять внутри наконец-то мы приехали вот такое прикольное место то думающая классный но чтобы вы купить я не знаю чем нужно по жизни заниматься ладно я хочу рассказать про особенность именно трехколесного электро велосипеда то есть что сразу наверняка заметить человек новичок который только купить себе именно впервые именно трехколесный электро велосипед у него другой баланс то есть люди привыкают они сидят садятся и такие сразу все надо держать равновесие пока я еду но здесь по-другому работает то есть здесь получается центр тяжести он находится сзади на задней части велосипеда и смотри вот я сижу я же никуда не падаю мне надо стараться во время поездки держать равновесие то есть что происходит я просто еду да и спокойненько сижу поворачиваю руль и он поворачивать да здесь дорога очень сейчас плохая но тем не менее смысл я наверное смог передать сейчас мы выйдем где будет поровнее там ты наверное имел ввиду что на двухколесном велосипеде нужно маневрировать с телом то есть вправо смещать влево смещать а здесь за счет того что ты уверен в том что он идет ровно тебе не надо наклонять велосипед но при этом центр тяжести смещается и на повороте тебя может выкинуть просто беды опроки объяснил такой хорошо еще важно что на обычном колесном велосипеде упор приходится именно на руль то есть ты всегда сидишь это твоя опорная точка снимаешь вот сидишь так у меня руль особенно когда ты начинаешь набирать скорость стараешься контролировать этот процесс переживай мало ли ты упадешь когда входишь в поворот здесь ты все равно в более расслабленном состоянии что позволяет ездить например людям во-первых пожилом возрасте и людям у кого например болят коленки сейчас такое время что знаешь коленки уже у каждого третья начинает болеть после 40 говорится поэтому ты сидишь ноги расслаблены за счет конечно же электродвигатель ты не крутишь педали все начинаешь ехать мы поменяем маску локацию не ну мы вообще-то двигались по назначению использовать этот велосипед их на нем магазин ладно поехали давай пропустим тачки блин что это вообще деревня или демоны но заметь тебе никто не бибикает да просто в деревне люди добрые нет нет просто я думаю у тебя техника такая но это не бмв без поворотников но название это чемпион они хотят побить бикать такие у меня тут чемпион стоит пускай себе стоит ладно поехали магазин ура конечно добрались до пекарни то что пошли есть булочки с картошкой или пирожки еще не хотел то мне кажется с учетом того что велосипед ну явно предназначен для поездок в магазин странно что они не положили в комплекте цепь наверное было бы интереснее в деревне всегда все свои никто ничего не хочет воровать на дачах уже другой вопрос просто велосипед подходит и для деревень или дать и для вообще любых вот таких вот место подобных так скажем я бы по городу конечно не мог поездить не просто по городу где мало народу так скажем где небольшой трафик вкусный большой с картошкой но заметил один момент велосипед был слишком шикарный по походу угнали даже в доброй деревне то есть спрос на них все-таки есть спрос громадный особенно в таких местах а значит все таки нужно велозамок покупать лучше да прям когда такая мощная цепь ну что мы шли его искать бог это какая хорошая шутка рту все мы пойдем и это смотри я без педали заезжаю в горку ну все-таки велосипед создан мне кажется для ровных дорог и имею ввиду не то что для ровных дорог именно не для вот такого внедорожек делать прям снег липкий мокрый вязки нет по грунту да по грунту сто процентов велосипед пойдет ну тому свидетельствует вот как я еду вот поэтому сейчас месту это же не футбайк правильно что прорваться по таким местам хочется сразу отметить что понятное дело что велосипед это не для зимней дороги он подходит для грунта для асфальта то есть на нем чувствовать себя уверенно ну и понятно и какие задачи можно решить на этом велосипеде ну например если живешь на даче а на дачах очень часто такое бывает что магазин где-то далеко на какой-то далекой улице и идти пешком просто ну и не охота да и зачем когда есть велосипед для этого но и вести продуктах продукты которые купил магазин в руках неудобно а тут есть корзина например задняя корзина у нее грузоподъемность 50 килограмм ну то есть можно такой довольно крупный увесистый вес перевозить а передняя корзина выдерживает максимальную грузоподъемность не получается 15 килограмм что тоже неплохо можно какие-то положить свои личные вещи сумку там телефон ну и так далее сейчас давайте самое время уже обсудим вообще всю техническую часть электровелосипеда начнем с двигателя двигатель у нас здесь стоит на переднем колесе мощностью 250 ватт опять же да кому-то покажется что мало что блин вроде трехколесный велосипед такого крупного форм-фактора почему такой маленький двигатель но изначально этот велосипед это не гонка это велосипед для спокойной езды как раз таки для выполнения каких-то так скажем мелких задач в поселках в дачах на дачах в деревнях и так далее ну или просто спокойное передвижение по этим локациям но уж точно не для быстрой езды поэтому данного двигателя здесь ну точно как мне кажется хватит не знаю что думаете обязательно пишите об этом в свой комментарий давайте здесь припаркуемся и продолжим здесь красивый вид еще раз вернемся к двигателю потому что наверняка будет комментаторы что 250 ватт это очень мощно но важный момент что предпроизводители предусмотрели этот эту ситуацию так скажем и здесь есть механический переключатель скоростей всего их здесь шесть то есть именно в данном ценовом сегменте именно электро трицикл то есть электро велосипед с тремя колесами очень так скажем редко бывают именно несколько звездочек если в горку особенно большим весом если еще в корзине будет что-то лежать не получилось заехать за счет именно электро двигателя то спокойно можно выбрать комфортную скорость здесь и заехать на педальках в гору это нормально здорово второй важный момент на электро велосипедах это конечно батарея здесь стоит литий-ионный аккумулятор вольтажом 36 12 первых часов он быстро съемный для этого нужно поднять сидение под сидением имеется такой фиксирующий рычаг зажимаем поднимаем сидение далее просто конечно же отключаем питание не забываем ключ у меня уже повернут в левую позицию и просто тянет все можно нанести его домой и заряжать сколько потратил 15 секунд время быстро съем на счету и до свидания кстати стать чем здесь прикол можно так повернуть руль просто так вот есть угол поворота вообще невероятно согласись когда на двухколесном велосипеде сможет так повернуть ответ никогда я не знаю когда это пригодится но если хочешь круто повернуть и прям вот с места пожалуйста про сидение хотела рассказать что здесь сидение большого размера народе это называется диван и даже видно как он мнется поэтому за счет его размера когда сидишь поскольку весь центр тяжести находится на задней части велосипеда мой центр тяжести мой велосипедиста да благодаря большому сиденья сижу просто на диванчике и еду наслаждаюсь поездки и так что касается тормозов спереди у нас стоят ободные тормоза сзади дисковый тормоз и тормозит получается правое колесо и само собой разумеется я думаю этих тормозов для этого велосипеда хватит так как ну на нем не поедешь больше 30 километров в час вообще максимально скорость 26 надо где-нибудь сейчас тут наверно и разогнаться на асфальте велосипед себя чувствует конечно гораздо комфортнее увереннее сцепление у него нормальная и максимальную скорость который заявляет здесь производитель 26 километров вот только разогнался 24 поскольку его себя да не все-таки как скажем не для скорости не для гонок то 24 километров в час и вообще вполне хватает если еще бедали начать крутить то гораздо проще то скорость немного может увеличиться освещение конечно тоже на этом велосипеде есть передняя фара включается когда ключ полностью поворачиваешь два раза она загорается автоматически а чтобы включить задние габаритные огни вот они они работают уже от батареек пальчиковых то есть 10 кнопка включается и он загорается можно нажать ее два раза и будет так скажем стробоскоп вот таким вот образом работает свечение этом велосипеде а колеса у нашего чемпиона так странно звучит в общем колеса у этого велосипеда диаметром 24 дюйма и где кстати протектор имеется даже вот его видно это не шоссейная резина то есть по какой-то грунтовки по небольшим камням то есть гравию до этой резины хватит чтоб проехать на этом велосипеде по деревне я катаюсь и чем по жизни занимаюсь надо вот дом вот такой вот покупать а мы обзоры все снимаем внимание отличная новость для подписчиков конечно же нашего канала на данную модель действует расширенная гарантия после покупки велосипеда аж в течение целого года то есть пробили камеру приводите и наши мастерам они и починят порвали цепь отремонтируют разбили фару тоже конечно же отремонтируют и эта гарантия действует на все то есть любой случай признается гарантийным и так аж целый год офигенно а все что вам нужно для этого это всего лишь ваш велосипед привести в наш сервисный центр и наши мастера все сделают бесплатно а для получения премиальной гарантии вам нужно лишь в день покупки оставить комментарии под этим видео гарантия и например номер вашего заказа ну например гарантия 345 и все целый год кататься на велике вообще не думая о возможных поломках также хотелось бы рассказать про три скорости которые здесь имеются вот сейчас я еду на первой скорости и велосипед едет очень плавно очень медленно то есть можно вот гулять наслаждаться природой посмотреть замерзшее озеро в общем и так далее если надо ехать быстрее включая вторую скорость ход все чувствуется при такой скорости велосипед разгоняется ну примерно наверно километров 15 плюс минус и на 3 уже его максимальная скорость ну подводя итоги что хотелось бы сказать в начале ролика честно говоря я был немного скептически настроен к данному велосипеду но вот час уже когда мы практически сняли обзор остались только приятные впечатления учитывая бюджет данного велосипеда я все рассказал про данный велосипед думаю самое время прощаться но если все еще остались какие-то вопросы смело переходите к нам на сайт и там можно всю техническую информацию более подробно почитать изучите для себя как бы узнать ну и конечно же не забудьте подписаться наш канал написать любой комментарий поставить лайк и нажать на колокольчик ну и увидимся с вами в следующих обзорах до скорых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok ну у Продолжение следует...